Всем привет, друзья! Сегодня будет продолжение темы дюпов топоров Ламбард Тайкон 2. Первая часть дюпа топоров будет в описании, а также в правом верхнем углу в подсказках. А сейчас я расскажу немного о себе. На моем канале ты сможешь увидеть всякие разные нарезки, связанные с игрой Роблокс. Скорее всего, скоро будут другие игры, но это еще не точно. Также не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Если у тебя не получится дюп, то ссылка на дискорд есть в описании, тебе там помогут. Могу лично я помочь. Ну а теперь я расскажу самые главные условия, при которых должен получиться дюп. Так что не перематывай. Во-первых, твоя база должна быть загружена всякими разными вещами, постройками и так далее. Об этом нам говорит показатель Date Size. Это размер твоей базы. Или загруженность своей базы. Чем больше вещей, тем больше этот показатель. Данный дюп работает на 100% при показателе Date Size от 2. Но есть и исключения, о которых я расскажу в конце видео. Как ты можешь видеть у себя на экране, дюпы я на основном аккаунте. На котором показатель Date Size больше 2, а именно равен 6. Предупреждаю, вы делаете все действия на свой страх и риск. Я не несу ответственности за все последствия, связанные с вашим аккаунтом в Роблокс. Ну а теперь мы переходим к самому дюпу топоров. Во-первых, у вас должна быть загружена база минимум 1 минуту. А также быть в инвентаре топор, который вы собираетесь дюпать. Во-первых, нажимаем на кнопку меню вверху экрана. Потом Load. Это загрузка у нас, там где слоты. У вас должен появиться зеленый слот. Далее наводим на него мышкой. И нажимая русскую и или английскую B, жмем на этот слот. Если вы все правильно сделали, у вас должно появиться окно перезагрузки слота. Дальше мы берем топор в руки. И нажимаем перезагрузить слот, выкинув при этом топор. Выкинуть топор на клавишу Backspace. Это стереть текст. Как ты можешь видеть, топор выпал на землю, а также остался в инвентаре. Ну а теперь мы ждем, когда сохранится наша база и начнется ее загрузка. Как ты можешь заметить, один топор остался в инвентаре. И еще один такой же лежит на земле. Значит дюп получился. Ну а теперь мы будем дюпать второй раз. И после этого я расскажу, как дюпнуть при Date Size равный одному. Нажимаем меню. Далее Load загрузить. Там где слоты повторюсь. Дальше ищем зеленый слот. Наводим на него курсор мышки. Нажимаем на него одновременно. Вместе с кнопкой русской E или английской B. Это одна и та же клавиша. Дальше у тебя должно появиться окно перезагрузки слота. Берем топор в руки. Нажимаем Reolat Slot и выкидываем топор. Как ты можешь видеть, один топор остался у нас в инвентаре. И другой на земле. Дальше пошел процесс сохранения нашего слота. А также его загрузка. Как ты можешь видеть, один топор остался на земле. И один у нас в руках. Значит дюп получился. Ну а теперь мы переходим к такому моменту, если у вас date size равен одному. Если у вас очень слабый компьютер, или это офисный компьютер, на котором нету видеокарты, а есть только встроенная графика, то вам повезло. У вас получится дюпный топор. Как и у меня. Как ты можешь видеть, экран записан на камеру телефона, из-за того, что компьютер слишком слабый. Все мои требования ты можешь видеть у себя на экране. Также можно попробовать запустить робокс на виртуальной машине с низкими системными характеристиками. Пиши в комментариях, если хочешь увидеть дюп топоров на телефоне. Ну и на этом все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале. Если тебе не трудно, расскажи про мой канал друзьям. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok